Всем привет! Хотела с вами поговорить о нашумевшей сегодня теме о тумане в Москве и в Подмосковье. Но знаете, как я поняла, это было не только в Москве и в Подмосковье, потому что сегодня утром я как бы зашла в ТикТок и увидела, что женщина выкладывает видео, что у них в Тульской, по-моему, области тоже стоит такой туман. Причем многие называют это по-разному, туман или смог, ну, вернее, не верят, что это туман, а говорят, что это смог, потому что туман, он должен по-другому ложиться, но сейчас об этом тоже поговорим. Вот, но там было такое посыл видео, что вы не задумывайтесь, что вот в стране, по всей стране в одно время вот такое вот происходит, что вот туман, что это просто такого не может быть. Ну, природа, да, вещь такая, что, ну, как бы я вообще в ТикТоке привыкла наблюдать раздувание каких-то ситуаций, да, там был момент, что где-то, наверное, полгода назад по всему ТикТоку ходило, что у наших детей, что нужно создавать родительские группы и дежурить около школ и садов, что скоро всех у нас детей вывезут, у нас отберут в неизвестном направлении, в общем, такое тоже было, поэтому, ну, есть такая в ТикТоке, я не знаю, назвать пропаганда или что, в общем-то, и иногда до смешного доходит, я вот слушаю, думаю, ну, и действительно собирается группа людей, которые в это верят, ну, вы знаете, наверное, бесполезно это, я как бы к этому спокойно отношусь, то есть, ну, у них есть такие предположения, такие мысли, да, конечно, нагоняют ажиотаж, но кто-то в это верит, кто-то нет, я вот смотрю с одной стороны на это, кто-то смотрит с другой, поэтому, ну, наверное, с этим спорить там и что-то доказывать нет смысла, да, просто я иногда смотрю такую информацию, ее изучаю, потому что, ну, нужно быть как бы готовым, мне кажется, к любым ситуациям, да, но когда я не нахожу ничего о таком подтверждении лично для себя, я как бы ухожу с этого и не обращаю на внимание, вот, и сегодня, в принципе, я такое тоже, когда в ТикТоке увидела, я честно не придала этому значения, да, у меня, наверное, у многих вся лента с утра была завалена фотографиями, новостные ленты, там, в Инстаграме, вот этот туман, причем я предполагала, чтобы, потому что у нас, когда происходит какое-то такое природное красивое явление, ну, необычное, так скажем, всегда это люди стараются запостить, показать, и мне, например, многие смеются над этим, что вся моя лента сегодня с утра это туман, и все такое, ну, мне нравится, я наблюдаю, как кто сфотографировал, как получились фотографии, тем более, когда это у знакомых, очень много было красивых фотографий у моих девчонок, вот, потом это начало нарастать все больше и больше, то есть, и уже пошло это в YouTube в такой новостном форме, начали изучать, что же все-таки произошло, и нагнетание обстановки тоже в этом идет, я уже увидел это в YouTube, причем буквально сейчас собиралась записывать видео, мне одна девочка, она поймет, кто это, скидывает ссылку на одно из видео про туман, и пишет мне, почитай комментарий, она сама из другого города, у вас действительно так все серьезно, а я уже это видео посмотрела, потому что, ну, такие, знаете, выпадают, видно, самые рекомендованные, я ей пишу, и читала комментарии, потому что, ну, я читала комментарии, пыталась понять, что люди думают, и действительно многие думают, что все это неспроста, вот, ну, она как бы с переживающими чувствами, говорит, все ли у вас там хорошо, я говорю, все хорошо, не переживай, я говорю, как раз хотела записать видео, сейчас вот хочу объяснить, почему я решила ставить свои пять копеек во все это, я тоже непосредственно участник, наверное, происходящего, я не знаю, как у кого что было, я хочу рассказать только от себя, что происходило у нас, и как мы все это вообще увидели, и у нас этот туман появлялся. Мы живем в Москве, мама с бабушкой у меня живут в районе Щукино, мы живем в районе Щукино, у нас есть большая, ну, между нашими районами, такое большое водное пространство, у нас Москва-река, канал, залив большой, вот, и вообще туманы у нас как бы бывают, но они обычно над водой, вот. Но вчера было действительно очень интересное явление, где-то часов в одиннадцать, наверное, мама мне начинает присылать видео, как раз сегодня я выложила это видео с туманом, ну, такое бывает, да, с туманом, то есть мы живем на верхнем этаже, и, в принципе, иногда мы наблюдаем такую картину, что туман. Ну, тут он был прям какой-то очень сильный, я выложила видео, там, ежик, лошадка, как раз у меня такой шортс вышел. Я сделала, мама выложила у себя, там, как едет электричка, как эти, его там, фонарик освещает, ну, фара, да, электрички практически не видно. Зрелище такое, знаете, немножко жутковатое, когда вот этот туман, этот свет, вот этот скрип колес, вот этот гудок там электрички. Ну, тогда мы не лазили в интернет, но туман и туман, да, так интересно. Вот, и мама у меня стояла на балконе, я могу сразу сказать, что она не чувствовала никакого запаха гарри, ничего не было. Как многие пишут, сейчас чувствуют химический запах, запах гарри и еще чего-то. Вот, мама не чувствовала. Ну, и все, мы посмотрели эти видео, я даже не придала значения, потому что такое бывает. И мы уже ложились спать, мне кажется, время уже было ближе к часу ночи здесь, и я посмотрю у нас в окно, то есть прошло период, где-то час-полтора. Я смотрю у нас в окно, мы живем на первом этаже, поэтому мне видно фонари. Я просто смотрю, что действительно у нас тоже все затянуло туманом. И я говорю, ой, смотри мужу. И мы открываем, ну, открыли окна и стали наблюдать. Это я даже засняла, но это во влоге там у меня выйдет, в конце как раз, что там дом не видно. А мама говорила, что ваш район вообще не видно. Напротив дома-то плохо видно у них, а у них там близко стоит. И мы стали смотреть, что фонари, да, там у нас тут рядом стоят дома какие-то, постройки их тоже, ну, прям вот не видно. Такой сильный густой туман. Мы понаблюдали за ним, очень интересно, конечно. Знаете, такое заворачивающее зрелище в ночи, когда никого нет, тишина. И самое, что интересное, ну, естественно, у нас так, мы как-то удивились немножко в плане того, что дождя-то не было, почему такой туман. Многие сейчас, я вижу, что пишут, что туман должен, я видела, вернее, видео, что он должен стелиться. И показывать фотографию, значит, или видео, что он стелится по воде. Да, когда над водной гладью туман, он действительно стелится. Но когда, если, например, вот мы на даче часто ездили на рыбалку, и едешь вдоль полей к реке, и там, ну, в 4-5 утра, как правило, вот действительно есть такой туман. И вот ты, когда едешь по дороге, он туман не на самой дороге, он выше чуть-чуть, хотя вот, говорят, что это вот туман, он должен стелиться. Нет, по полям он идет, он над рюкой стелится. Когда так, он, в принципе, действительно чуть выше. Но я даже с вами видео показывала, что вот на уровне подъезда я сказала, что это еще даже странно, что его тоже, в принципе, видно. Ну, просто такое освещение, а так его тоже видно. Но, например, где-то в темной улице, если где нет таких фонарей, вот на уровне машин, даже машины было вот плохо видно. Вот, в темное время. Ну, я хочу сказать, я открывала окно прям непосредственно ночью, потому что я пошла с другой стороны смотреть, как раз странно, где у нас река. Там тоже было все затянуто, то есть еще, мне кажется, даже гуще был туман. Я открывала окно, наблюдала, потому что не хотелось это увидеть, но не через стекло, а так. И никакого запаха, ну, мы не почувствовали. Вот, сегодня утром мой муж выезжал на работу. Он выезжал где-то часов, наверное, в полдесятого. А я встала где-то, наверное, в полодиннадцатого. Но вот он когда выезжал, он ходил с собакой гулять, он уезжал, уехал на машине. Он сказал, что была, да, плохая видимость. Действительно, она была очень плохая, особенно проезжая у нас по мосту, где река. Но, говорит, когда мы переехали мост, уже в другой район мы въехали, ну, он въехал вот как раз в Щукино, там, говорит, как будто ничего не было. То есть он к нам позже пришел и дольше стоял в нашем районе. Я его спросила сегодня специально, когда он начал смотреть все эти видео с теми. Я говорю, ты, он находился на улице, я говорю, ты чувствовал какие-то запахи? Он говорит, да ничего не было, ничего я не чувствовал. Он вот не в курсе, он не смотрит такое. Вот, это вот то, что мы, мы не почувствовали никаких запахов. И что я хочу сказать о том, что туман рассеялся где-то ближе к 12 часам. То есть он у нас в районе, вот как я говорю, в Щукино, в соседнем районе, его уже не было и в полдесятого. У нас в районе, он рассеялся где-то в районе 12, и сейчас на данный момент его нету. Хотя я сейчас разговариваю тоже там с девчонкой, она живет в другом районе, в другом конце Москвы. Она говорит, что у них есть туман, но у них тоже есть водное пространство около дома. Она говорит, что есть туман. Читаю в комментариях, и многие пишут, что в Киеве, на Украине тоже был такой туман. Где-то еще. Вот я не знаю, если кто-то из других городов посмотрит. Я как поняла, что, ну, сегодня так сложилось, что в Краснодаре не было тумана. Я знаю, что в Липецке не было тумана, в Уфе не было тумана. То есть это не по всей России, это какие-то определенные, видимо, зоны. Вот. Ну и многие стали рассуждать, ну, разгонять такую тему, что это специально запущенный туман, что нас хотят отравить, нас еще что-то. Но, знаете, какие-то видели самолеты, какое-то небо в клеточку. Я ничего такого не наблюдала. Ну, живя в Москве, никаких самолетов низколетящих там, выходные, никаких неба в клеточку. Ничего такого не было. Я выходила на улицу, ходила, ничего такого не было. Вот. Но, опять же, почему-то люди не смотрят с той стороны. Я просто, ну, для меня логично, что он образовался. Объясню почему. Потому что у нас сейчас такие стоят очень теплые дни. Они действительно теплые в Москве. Для начала ноября, возможно, я не знаю, аномально это или нет, не изучал, но они теплые. Но при этом вечера и ночи очень холодные. Резкое остывание температуры. То есть, а земля уже влажная, асфальт такой влажный, он сырое все. И понятно, для меня понятно, что происходит вот это образование тумана, потому что все это днем нагревается очень сильно, потом резко охлаждается. И для меня вот как бы идет вот такой вот, ну, как сказать, там как-то вот это происходит, если там физика или что, что происходит образование тумана. И причем я сегодня смотрела метеоролога, и он это все как раз тоже очень доступно объяснял. Для меня этой версии достаточно. Я не знаю, как у многих там. Вот. И я не увидела в этом тумане прям вот что-то такое сверхъестественное. Ну, это мое мнение. То есть, у меня это... Хотя, да, я тоже там иногда... Может быть, я не настолько, не знаю, запуганный человек в таких ситуациях. То есть, для меня все логично здесь. Для меня это было как красивая, интересная картинка, действительно. Вот. То, что это происходило в каких-то определенных зонах... А, в Питере такая же была. Ну, для меня, наверное, понятно еще, потому что... То, что я слышала там, например, Тула, Питер, Москва, Подмосковье. В принципе, климат везде один тот же. И температура примерно у нас в регионах, ну, вот в этих городах, очень схожа. И, соответственно, я так подозреваю, что там тоже днем, наверное, тепло, а вечером ночи очень холодные. Но больше всего меня поразила версия... И сейчас это уже просто ходит мем, мне кажется, такая картинка по интернету. То, что, ну, знаете, стоит Собянин с каким-то мужчиной. Может быть, это какой-то известный, я не знаю. И типа, они все равно гуляют. И там типа вторая. Выпускаем туман. В общем-то, такая версия, что это вообще выпустил там чуть ли не Собянин, чтобы люди не ходили гулять и сидели дома. Ну, во-первых, да, какое отношение имеет Собянин к Подмосковью, какое отношение имеет к Питеру, а какое отношение имеет к Туле. Ну, это вот на... Тем более к Киеву и к Украине. Ну, хорошо. Могли договориться там, хорошо, допустим. Но на меня, например, вот честно, я когда Денису сегодня как раз разговаривал с мужем, я говорю, слушай, вот такая версия. Он говорит, да, в 11 часов вечера выпустил. И, говорит, в 10 в 11 рассеял. Говорит, чтобы люди ночью, видимо, не гуляли, поэтому было выпущено. Ну, это действительно, вот то, что мы видели, это было так. Ну, тогда это точно нелогично для наших районов, по крайней мере, что происходит такая ситуация, чтобы ночью не гуляли. Ну, мне кажется, как минимум странно. И вы знаете, по-моему, судя по моему инстаграму, очень много моих знакомых, наоборот, вышли ночью специально на улицу гулять, чтобы сфотографировать эту красоту. Кто-то рано утром сфотографировал эту красоту, но многие выходили именно ночью. Я просто видела и фотографировались. Вот в этом делали очень красивые снимки. Действительно, мне кажется, располагала обстановка, чтобы сделать эти... ну, сделать такую красивую, ну, типа фотосессию. Такой туман, абсолютно такой же, мы видели в горах, в Сочи, как там, я не помню, как гора мы ездили, мы когда отдыхали, мы отдыхали в Лазаревском, она полна между Сочи, Ахун, Ахун, по-моему, гора там, но помните. И вот там поднимаешься, и мы когда приехали, как раз там даже не находили на такую смотровую площадку высокую, не поднимаешься, и говоришь, тоже бесполезно дойти, там все в тумане. Это не всегда так бывает, но он был именно вот так же он был, этот туман, у меня даже есть такие фотографии оттуда, что там, так на пригорке, у меня Олег стоит, и там туман, вот так мы этот видим, люди такие идут, знаете, такой прям, фильм ужасов немножко напоминал, очень красиво это было, вот, то есть, ну, вряд ли там его кто-то напускал специально. То, что это смог, ну, мне честно, мое мнение, опять же таки, я не хочу не оспарить ничего мнения, ну, как-то нет, смог он немножко другой все-таки. Но сегодня я видела такое видео, как бы о нем тоже хочу сказать, в общем, там снимают этот туман, и человек держит вот так фонарик, и вот этот луч света идет, и как будто бы, ну, это какой-то, что-то летает, то есть, как будто мелкий дождь моросит, только он как-то вот так вот крутится от фонаря, то есть, вроде туман, дождя нету, ну, может быть, это свойство тумана, я не знаю, ну, как бы, вот это было как-то еще интересно, потому что это вот с каким-то доказательной базой, что вот смотрите, какое-то интересное происходит. Но я не знаю, никогда не проверяла, хотя, ну, нет, на свет вот фонари, да, были, висят, ну, там не было у нас, видно, что что-то там мельтешит у них, что там, я не знаю, с какого района, ну, я думаю, это из Москвы. Ну, вот это интересно, может быть, вот это я и не могу объяснить, но опять же, это мне было, я не знаю, что происходило. Вот. Вот такая история, то есть, я не знаю, может быть, сильно кто-то чувствовал какие-то запахи хотя сказали что ну проверили значит уровень там повышенного загрязнения что типа все даже в норме но а было типа не в норме потому что за этого тумана скапливались там их выхламные газы еще что-то там какие-то загрязнения там что-то жгли и соответственно за счет этого тумана не так уходила и атмосферу да это как бы как ну по объясните моим бытовым языком что все копилось и больше это было сконцентрирует больше концентрация поэтому может быть и были запахи не знаю кто-то говорил что першит в горле в каком районе но было бы интересно если мне люди напишут что у них была какая-то другая ситуация что там першение там еще что-то напишите хотя бы район москвы чтобы понимать вот по крайней мере у нас было так так что не знаю конечно всем делать выводы что на самом деле мне кажется там такую волну если люди ну как бы что-то уже такое было переубедить но хочется в противовес сказать что я точно такой же участник всего происходящего находилась в этом же самом месте и как своими глазами я это все видела вот а вот у меня вот знакомая говорит написала что переживает и вот кто переживает если кто случайно наткнется на такую информацию будет переживать за нас вот я вам рассказываю все хорошо на данный момент никакого тумана нету на улице все ясно все светло все прозрачно будем наблюдать дальше но мое мнение что это действительно такое вот природное явление на река и ученые его могут но если поискать информацию более подробно объяснить что это и как это было так что вот так вот буду на эту заканчивать мои пять копеек свои пять копеек я вставила пишите как у вас приходил может быть каких-то еще городах было было бы интересно все-таки узнать а вам всем пока пока